Приветствую вас! Я бы, наверное, для начала рекомендовал бы определить степень вашего желания наладить общение с подругой. Потому что, вот, судя по тексту, который вы написали, у вас этого желания, ну, не сказать, чтобы очень много, это я без извинения вам говорю, да, то есть, ну, слишком мало у вас информации, вот, очень мало информации вы... даёте о том, что вообще происходит, да, о том, как вообще у вас отношения развивались, развиваются, вот. То есть, изгодя из этого, я, собственно, и делаю вывод о том, что, возможно, вы не так сильно хотите эту ситуацию наладить, вот. С другой стороны, я могу и ошибаться, быть не прав, в принципе, я могу ошибаться, и, может быть, в действительности, в действительности вы хотите наладить отношения сильно. Сильно. Вот. Значит, так что, тут нужно исследовать этот момент, насколько сильно вы хотите, хотите свою, ну, свою ситуацию разрешить, да, и насколько вы действительно хотите наладить отношения с своей... подругой, 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 и... насколько, насколько вам это всё важно, да, вот. Это... такой... такой... весьма... важный момент. Вот. Значит, дальше идём. Если она не хочет общаться с вами, значит, у неё есть на это причины, как, в общем-то, совершенно, совершенно верно и правильно, сказали мои коллеги, вот. У неё есть причины, но только вы этих причин, очевидно, не знаете, раз, для вас, непонятно, почему, почему она перестала общаться с вами. Вот. И здесь очень важным будет провести анализ ваших отношений, и здесь очень важно будет поисследовать, как вот так вообще получилось, да, что вы, значит, ну, прекратили взаимодействовать. Вот. То есть это, мне кажется, очень важный тоже момент, вот, очень важно вам это для себя определить. Ну, это важно. Вот. Эээээ. Надеюсь... Анализ... Анализ поможет вам выявить те ключевые аспекты, которые послужили причиной для этого. Ну и, соответственно, устранив их, устранив негативные последствия каких-то важных, например, действий, вы уже сможете наладить с ней контакт, вот, и, соответственно, ситуация пойдет на поправку, вот. Это то, что можно вам ответить именно исходя из того, что вы написали. То есть, поскольку больше информации нет, то, соответственно, вряд ли можно что-то вам такое еще здесь рекомендовать, потому что вариантов, из-за которых общение ваше могло прекратиться, очень много, да, в зависимости от вашего возраста, от того, как вы познакомились, от того, что вас связывает и так далее. Вот эти вещи, они могут влиять на развитие той ситуации, которая сейчас происходит. Так что, если вам, если вы хотите наладить отношения с своей подругой, вот, то, ну, в таком случае, очень, очень важно провести тщательный анализ, провести тщательный анализ всей ситуации в целом, да, и тогда уже помочь вам, возможно, скорректировать свое поведение по отношению к ней, вот. Причем, обратите внимание, что данную коррекцию лучше всего делать будет в том случае, если вы, может, целью будете ставить не возвращение ее, а если целью будет, ну, измена своей модели поведения, то есть это вот такой аспект, такая ситуация, ну, вот, я надеюсь, что вы для себя обязательно сделаете выводы, вот, может быть, сами подумайте, после чего она решила прекратить с вами общаться, вот, то есть это вот такая, может быть, очень важная история, такой очень важный, может быть, момент, вот. Я надеюсь, что это будет вам полезным. На этом все, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, я буду рад дать вам обратную связь, я буду рад побеседовать, вот, если у вас такое желание возникнет, вот, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится самым лучшим образом. Удачи! 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 Продолжение следует...